Приветствую любители Москвы! Я вас продолжаю знакомить с храмами Даниловского района в передаче обозрения московских храмов. Это Дербеневская улица и я поворачиваю на 4-й Кожевнический переулок. Он совсем маленький, его длина буквально 100 метров. А всего здесь 4 Кожевнических переулка. Это, кстати, бывшее общежитие рабочих фабрики Циндлера, ну а, соответственно, Циндель. А потом это была, все, наверное, знают, первая московская ситценобивная фабрика. Ну и всего этих переулков 4 Кожевническая, это вот 4-й. Сейчас я буду поворачивать на 2-й. Еще есть 3-й и 1-й. Ну, 3-й, 4-й, совсем маленький, буквально по 100 метров. Ну, а 1-й, 2-й, они несколько подлиннее. Ну и само название Кожевники, наверное, более-менее понятно. Это связано именно с тем, что здесь жили производители кож, которые выделывали кожей и потом делали разные изделия из кож. Вот. Тут много зданий старых. И так вот 4-й закончился, видите, совсем маленький. Сейчас я поворачиваю на 2-й. На котором как раз и находится храм Святой Троицы в Кожевниках. Вот. А вот это предприятие, да, и, кстати говоря, здесь было средоточение такой кожевиной промышленности до революции 17-го года. И после, кстати, тоже сохранялись разные фабрики. Здесь, кстати, слева находится фабрика Горизонт. И, между прочим, эта фабрика работает, как ни странно. И работает она довольно-таки успешно. Ну, она, скажем так, занимается очень таким большим у него производством. Большая номенклатура. Это обувь из войлока. Всякие тапочки, валенки. Кстати, музей валенков здесь есть. Вот магазин очень известный. Мир шерсти называется. Всякие шерстяные там пояса, накладки, разные теплые одеяла производят. Ну, текстиль, короче говоря. Всякие шерстяные пледы, на матраснике. В общем-то, коврики, валики, подушки, шапочки. Всякие банные принадлежности. Ну, в общем, очень... Причем эта фабрика, она работает еще с 1854-го года. И тогда она называлась Фетр. Ну, а потом была перепроферирована в Горизонт в советское время. Вот такой большой комплекс, и фабрика работает. Ну, это, пожалуй, одно из немногих, так сказать, предприятий, которое осталось в этой вот... На этой территории, скажем так, вот в Кожевниках. Потому что, вообще, это была раньше промзона Павелецкая. Я о ней довольно подробно рассказывал. И она возникла еще в 19-м веке. Ну, тогда, конечно, промзона и как таковой не называлась, тем более Павелецкая. Но название промзона Павелецкой было оно в советское время. Вот. И здесь работало более двух десятков промышленных предприятий. В настоящем времени почти ничего не осталось. Ну, вот, разве что Горизонт. Ну, а из Кожевниках предприятий, которых здесь было до революции 17-го года и в советское время около двух десятков. То есть, ну, почти вся Кожевенная промышленность тут была сосредоточена. Всего было до революции 19 Кожевенных фабрик. Из них, по-моему, 16 было здесь. Вот, в Кожевниках. И в том числе фабрики Бахрушина. Купца Бахрушина, который вот и жил как раз на Кожевнической улице в том числе. Вот у него тут фабрика была. Ну, в общем, к настоящему времени там немножко, чуть-чуть теплится на Парижской коммуне. Там вот на небольшое производство. Но оно скорее такое экспериментальное. Небольшими партиями, конечно, уже далеко не сравнить с тем, как было в советское время. Вот это вот второй Кожевнический переулок. Ну, и, собственно, вот он храм. Вот здесь проходик такой узенький. Да, тут вот такая палатка. Кстати, бывший жилой дом. А, нет, это, по-моему, даже сейчас существующий дом. Он еще до сих пор вроде как. А там еще есть ряд заброшенных. Ну, сейчас, вон там тоже был полицейский участок сейчас заброшен. Вот. И этот храм, он находится, ну, скажем так, в таком довольно укромном месте, в закутке. Я, кстати, даже немножко неправильно сначала пошел. Видите, вот это так не надо ходить. Сейчас я поверну обратно, потому что тут закрытые ворота. Я немножко не в ту калитку пошел, скажем так, перепутал. Ну, бывает. Вон, видите, храм. Надо было по другую сторону забора. Я вот сюда пошел, а надо было вот через автостоянку проходить. Ну, бывает ничего. Вот. Я все-таки здесь уж не так часто бываю. Бывал, конечно, но уже немножко запамятовал. Не с той стороны пошел. Вот. И здесь вот, ну, здесь киоск заодно, да. Вот можно здесь купить всякие разные. Выпечку, мороженое, напитки сейчас актуально тоже, да. Ну, цены тоже, конечно, с наценкой, понятное дело. Ну, в том числе идет на храм. Вот. И вот здесь вот идет единственный проход. Этот храм можно пройти только здесь. По-другому никак. Вот. Храм, он такой, видите, там где-то прям в таком укромном месте, в окружении. Раньше было в окружении заводов. Ну, сейчас там, сейчас ярем кустом за ним находился. Завод, который ремонтировал разные кузова, мебель, автобусов. Ну, и выпускал еще, кстати, микроавтобусы на базе «Газели». Ну, он производствует ликвидировано уже давно, лет, наверное, почти 20 назад. Ну, и сейчас там будут строить жилой комплекс. Ну, смотрите, какая красивая храмовая территория. Храм сам был построен в 17 веке. Причем, по повелению еще и, соответственно, царевны Софии, и, в общем-то, царей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича. Вот. То есть, скажем так, еще в конце 17 века. Ну, а потом уже в 18 веке были пристроены колокольни, трапезна с пределами. Вот. Ну, и некоторые такие поновления. Вот. Значит, красивый очень храм в стиле барокко построен. Вот видите, как здесь институт какой-то находится. По-моему, это экспертиза какой-то, координация, информатизация. Ну, какое-то сложное название. В общем, раньше какие-то были проблемы чтительной техники. Как-то так он назывался еще в советское время. Ну, и до сих пор вроде как работает. Ну, с другим названием. Ну, в общем, более-менее. Вот. Смотрите, какой красивый храм. Вот. Пятиглавый. Вот. Такой храм 17 века. Древняя такую основу у него именно 17 век. Ну, а потом уже, соответственно, пристроен. Там очень красивое тоже изображение. Вот. Видите, как херувимов. Тоже видны кокошники. Красивая пропорция. Главые колонки можно видеть, опирающиеся на кронштейны. Вот. Стены завершены аттиком с кокошниками как раз. И в тимпанах выставлены круглые белокаменные раковины. Вот. Ну, и белокаменные порталы, украшенные резными навершиями тоже. И опираются они на колонки с капителями очень красивыми тоже. Вот. И тут прям такой сад. Действительно, очень красивый храм сам по себе. Да. Он такой небольшой, уютный. Ну, как раньше были. Тут же была слобода кожевников. Где жили только одни кожевники. Это было 16-17. Ну, до начала 18 века. Вот так вот. Еще такой слободской уклад находился. И жили тут именно те, кто работал на кожевинных фабриках. И у них была своя вот эта церковь приходская. Собственно говоря. Ну, чужие тут фактически не ходили. Ну, вход в храм находится вот здесь. Однако, я попасть в него не смог в силу того, что он просто был закрыт. Там был замок. Как-то вот так вот я попал неудачно. Наверное. Но не всегда ему удается попадать. Поэтому вот можно только посмотреть снаружи. Вот видите, какие красивые колонки. Вот. Трехъярусная колокольня, кстати, очень красивая. И вот она, да. Вот перед входом в храм очень красивый трехъярусный колокольн. Тоже стиль из зрелого барокко. Четыре кверого яруса. Закрытая, кстати, обходной галереей. И поверху там два столпообразных восьмерика, завершенных трехъярусным граненым барабаном с головой. Ну, и также можно видеть пилястры с капителями. Головки херувимов. Липные гирлянды. Резные замковые камни в перемычках арок звона. В общем, очень красивые. Если присмотреться, то очень красиво. Ну, богослужения бывают здесь фактически каждый день. Но, как видите, храм не всегда бывает открыт. Во время богослужения, конечно, он открыт бывает. Ну, а так вот. Я пришел в середине дня, уже даже ближе к вечеру. Ну, видите, вот оказался закрыт. В советское время храм, кстати, был закрыт. Вот здесь какой-то мост лифт работал. Всякие цеха. Ну, короче, промышленное предприятие, как и в промзоне Павелецкая. В общем, был серьезно, конечно, разрушен. Хотя, в целом, так вот по виду он сохранился. Хотели даже здесь сделать концертный зал. В 80-е годы была реставрация проведена прошлого века. Ну, в результате место концертного зала храм вновь возвратили верующим в начале 90-х годов. Ну, и сейчас он уже полностью восстановлен. И внешне, и внутри. И, в общем, конечно, имеет смысл его посетить. Храм действительно того заслуживает. Действительно украшение вот этой слободы кожевников. Где сейчас, к сожалению, очень многие стройки. Все во многом испоганено. Ну, вот и не вселяет какого-то большого оптимизма. Но вот этот храм, это может одно исключение.